Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сразу хочу сказать, что на момент записи моего ответа у вас было уже какое-то количество комментариев, а именно 11. Я заранее извиняюсь, если чем-то буду пересекаться со своими коллегами, потому что я не считал их ответы. И соответственно, не знаю, что именно вам они отвечали. Итак, как выйти из ситуации, когда ничего не хочется? В течение года ничего не хочется делать и поставленных целей нет. Либо они просто забываются. Раньше могла спокойно похудеть на большое количество килограмм, много учиться. Я добивалась поставленных целей, но в последний год мне ничего не хочется делать. Могу целый день лежать дома в интернете. Интерес к противоположному полу тоже на данный момент низкий. Не могу элементарно взяться за себя и скинуть даже несколько килограмм. Была сила куда-то испарилась. Сейчас самый ответственный период. Нужно писать дипломную и искать работу, но я просто не могу себя заставить. Веду еженедельник и планирую дела. Но где взят силы и желания, как раньше? Мне 24 года. Пишет аноним. Смотрите. На вашу проблему, на данную ситуацию, точнее даже не проблему, это не проблема. На данную ситуацию есть множество взглядов. И понятное дело, что в рамках того или иного подхода психологического, есть свой взгляд на эту ситуацию. С позиции одного взгляда, это позиция неэффективного поведения, с позиции другого взгляда, это может быть что-то еще, я постараюсь ответить вам с точки зрения своего взгляда и своей парадигмы, в которой я стараюсь работать. В первую очередь, давайте попробуем сформулировать то, как вы и ваша ситуация, а точнее вы выглядите. Вот. А я думаю, я думаю, что вы в этой ситуации выглядите очень и очень загнанной. То есть, вы их воспринимаетесь, вы ощущаетесь, как будто бы очень и очень загнанной. То есть, как будто бы вы себя гнали, 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 гнали и загнали. Вы ощущаетесь так, как будто вы, значит, ну, как бы вот старались, 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 стремились, стремились, стремились и устали. Соглашусь, в первую очередь, с тем, что это неприятное чувство. То есть, очень неприятно, когда вы что-то делали, 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 а потом внезапно почувствовали, что все, сил нет. Здесь, в первую очередь, как мне кажется, нужно, конечно же, начать сначала и постараться увидеть хронологию того, как в этой ситуации вы оказались. Вы пишите про год. Соответственно, это началось год назад. Соответственно, год назад у вас что-то произошло. И, как мне кажется, начинать нужно в первую очередь. Именно с этого. С того, что же произошло год назад. С того, что случилось с вами год назад. Вот. Вполне возможно, что имело место быть какое-то событие. Вполне возможно, что вы столкнулись с каким-то опытом. Вполне возможно, что было что-то еще. Так или иначе, это необходимо разобрать, что произошло год назад. Очень часто бывает так, что из-за того, что человек не проживает что-то, или того, что человек бежит от каких-то своих эмоций, от каких-то своих переживаний, от каких-то своих ощущений, от каких-то своих чувств, очень часто бывает так, что именно вот вследствие этого, вследствие этого, вследствие того, что человек, ну, убегает, и тем самым получается, что забивают на себя, на свои эмоции, на свои переживания, они начинают как бы человека отравлять, вот, и как следствие, возникает примерно то, что вы описываете. То есть, здесь важно увидеть, не сталкивались ли вы с чем-то в своей жизни, не сталкивались ли вы с каким-то опытом в своей жизни. Например, довольно-таки, вот, таким, может быть, тяжелым, неприятным, негативным, болезненным, непривычным для вас. Вот, и не убегали ли вы от этого опыта, да, потому что, если убегали, если старались избежать, старались подавить, и стараетесь убежать, стараетесь подавить, то вот вам, в принципе, и, так скажем, прямое основание для того, чтобы чувствовать себя так, как вы себя чувствуете. Следующее. Возникло ощущение, что вы, вот, ну, в своей жизни, то есть, вот, в своем пути, в таком, можно сказать, в пути поведенческом, да, в пути личностном, может быть, даже в пути женственном, вот, очень много бежите, очень много боретесь, очень много проскакиваете, очень много напрягаетесь своих сил, ну, вот, очень много торопитесь, очень много, ну, как бы рветесь, то есть, вот, именно, вот, здесь можно использовать, вот, в какой-то степени, такой термин, да, что я, я рвусь, я борюсь, вот, проскакивая тем самым себя, проскакивая тем самым свои чувства, проскакивая тем самым свое отношение, свое видение ситуации, да, и все больше и больше, к сожалению, из-за этого отдаляюсь от самого себя, из-за этого. И если, в этом смысле, я, допустим, прав, если это действительно так, если вы склонны, вот, там, по жизни постоянно бороться, если вы склонны по жизни постоянно, вот, что-то преодолевать, то, конечно же, ресурс рано или поздно заканчивается, и, в общем и целом, это, пожалуй, это, пожалуй, даже нормально. Вот, потому что ресурсы человека не безграничны. Вот. И здесь напрашивается в таком случае ряд довольно неудобных моментов, связанных в первую очередь с тем, что вам может что-то не нравится, вас может что-то не устраивать, вы можете чего-то не хотеть из, ну, вот, из того, что вы делаете сейчас. И, то есть, иными словами, какие-то ваши цели могут быть вполне себе ложными. И если вы, или, может быть, даже не ложными, ну, вот, в прямом смысле этого слова, не ложными, да, сами цели по себе могут быть не ложными, но приоритеты к этим целям, например, да, приоритеты, расставлены, ну, несколько, вот, несколько не в соответствии с тем, что вам, вам бы, вот, допустим, ну, допустим, хотелось. Приоритеты расставлены, допустим, не так, как вам бы, например, хотелось. И если это, если это так, если это может быть правдой, то вам нужно пересмотреть свои приоритеты, посмотреть, пересмотреть, куда вы идете, потому что, если вы сейчас, ну, например, ну, к примеру, если вы сейчас перенапряжетесь и, допустим, допишите, к примеру, дипломную работу, которую вам нужно, вот, написать, но после этого еще впадете в большую оплату, я не думаю, что кому-то от этого будет хорошо. Поэтому к себе, именно к себе, на мой взгляд, нужно, по крайней мере, стараться относиться, к себе, вот, к себе нужно относиться внимательно и ни в коем случае, вот, что называется, себя не пропускать. А то, что делаете вы, то, что делаете вы, к сожалению, и является тем, что обычно называется, ну, не какой-то вот, такой, знаете, неосознанностью, несознанкой, вот, каким-то бегством от себя, вот. Это называется примерно так. И, соответственно, ничего, конечно, хорошего в этом, ну, в принципе, нет и быть для вас не может. И, соответственно, как результат, вам нужно повышать внимательно к себе и смотреть, какую конкретно сейчас проблему вам хочется решить, что сейчас вас волнует. Это, да, конечно же, страшно в какой-то степени. Это, да, конечно, вот, ну, в какой-то степени рискованно, потому что вам придется что-то менять, придется, вот, ну, в какой-то степени что-то переформатировать, да, придется что-то переделать. Это, конечно, конечно же, нормально в данном случае, вот. Но можно ли, можно ли без этого обойтись? Ну, наверное, нет. То есть, мне кажется, что, вот, в какой-то степени ваш запрос, ну, ваш запрос сам по себе, то есть, как вернуть, вот, ну, былую, да, вы говорите, былую энергию и желание не является ошибочным, потому что тот факт, что с вами случилось вот то, что случилось, говорит о том, что вы несколько... неверно относились к своим ресурсам, к своим силам и использовали их, имея в виду ресурсы и силы несколько не так, как вам, ну, как для вас оптимально, как для вас полезно и, соответственно, вследствие этого возник дефицит, возник, возникло, ну, возникло то, что называется, как мне кажется и как мне представляется, выработкой. То есть, вы выработали, вы рисованы, к сожалению. И вот это является, как мне кажется, ключевой и основной проблемой. То есть, иными словами, вы слишком много усилий прилагаете для выполнения, ну, в общем-то, так скажем, может быть, не совсем естественных, да, но не самых сложных задач. Потому что, ну, как бы, понятно, что диплом написать непросто, но если вам интересна ваша профессия, если вам интересно то, что вы делаете, если вам интересна тема, ну, вот тематика, которой, допустим, вы занимаетесь, то вряд ли... Вряд ли, ну, вряд ли будут сложности, вряд ли будут проблемы. А если сложности и проблемы возникли, то, скорее всего, не так вам и просто, не так вы здесь естественно. Поэтому, вот, то, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это на то, насколько вы свободны. Вот, и свободны ли вы вообще. То есть, чувствуете ли вы себя, ну, свободны, чувствуете ли вы себя естественно, чувствуете ли вы, что то, что вы, например, делаете, то, чем вы занимаетесь, вас раскрывает и дает вам возможность сделать то, что вам, там, к примеру, хочется, да, и так далее. Вот, потому что если нет, то это и является проблемой. Как вы поняли, я говорю о неком системном кризисе, в котором вы оказались вследствие некорректно выбранного, некорректно выбранной для вас стратегии поведения. И, соответственно, ваша, как мне кажется, процесс, как мне кажется, процесс, как мне кажется, целью вашего терапевтического процесса может быть именно эта. Именно выработка адекватной модели, ну, адекватной поведенческой модели, которая подходит вам больше. Но следует понимать, что совершенно не факт, что те ваши приоритеты, которые есть сейчас, сохранятся. И поэтому, если вы готовы, например, именно в своей жизни, если вы готовы что-то менять, то вам необходимо выбрать специалиста и начинать с ним работать. Если вы хотите вот свою жизнь изменить, если вы хотите свою жизнь поменять. Ну, а если вашей, так скажем, цель, если вашей целью является просто возвращение всего на круги своих, да, ну, допустим, то вот в этом случае я боюсь, что по крайней мере та парадигма, которой придерживаюсь я, допустим, для вас, ну, несколько будет неэффективно. Но также, также, на мой взгляд, скромность для вас будет неэффективна. И, в общем-то, любая работа, потому что она, ну, в таком случае работа будет выстроена по принципу компенсации, а не по принципу поиска ресурсов. Какая-то такая, в принципе, история, какой-то такой момент. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.